В беседе с японским сайтом 4Gamer, директор по дизайну Джейкоб Бентон прокомментировал планы Bungie, не связанные с Destiny. Статья написана на японском языке, что логично, так что прогнав все через несколько переводчиков, я конечно рискну познакомить вас с сутью рассказанной информации, но сами понимаете, переводить статьи с совершенно незнакомого языка, это такое себе. Например, переводчик перевел название следующего дополнения как «Черная как смоль ведьма». Ну, можно так и официально назвать, почему бы нет. Вчера я уже постил этот материал в группе, так что кто-то из вас наверняка читал, но если нет, то сейчас расскажу и добавлю кое-что от себя. Главный тезис интервью, который стоит во всех заголовках с разбором той статьи звучит так «Наша команда работает над новым миром, параллельным с Destiny, и мы нацелены на 2025 год». И тут интересно сразу несколько моментов. Во-первых, это конечно не первый раз, когда Bungie анонсирует свой новый IP, и это не первый раз, когда упоминается 2025 год в качестве представления для новой игры. Еще в сентябре аж 2019 года генеральный директор Bungie, Пит Парсенс, говорил о том, что по ходу развития Destiny, Bungie хотят вывести на рынок и другие франшизы к 2025 году. Это заявление было сделано сразу после отделения студии от Activision. Студия также упоминала новый IP в списках своих вакансий. В прошлом году в нескольких описаниях по поиску сотрудников упоминалось что-то комедийное с беззаботными и причудливыми персонажами, а также описывалось RPG с расходуемыми предметами, оружием, повреждениями и перками, в которой бы была продумана система снаряжения, квесты, экономика оружия, доспехов и снаряжения, прокачка персонажа и награды. Не кажется ли вам, что это описание и эти теги очень похожи на Destiny 2? Мне вот очень кажется. И похоже, Bungie работает над какой-то другой многопользовательской ролевой игрой, в которой будет применяться опыт работы над Destiny. С тех пор многие вакансии, связанные с этим IP, были закрыты, но многие из этих описаний всё ещё числятся в вакансиях студии. В относительно свежем объявлении о поиске младшего инженера упоминается просьба помочь Bungie в создании их следующей долговечной интеллектуальной собственности. Так что новая игра явно будет большим и долгоиграющим проектом. Но вернёмся к 2025 году. Изначально DLC «За гранью света» позиционировалось как первое из трёх дополнений, которые продлят игру до 2023 года. Однако из-за того, что Королева – Ведьма, второе расширение этой трилогии теперь отложено до начала 2022 года, а также было анонсировано четвёртое дополнение, которое выйдет в 2024 году уже после конца света, будущее Destiny 2 теперь расширяется на более длительный срок. Обновлённая дорожная карта с четырьмя расширениями завершит сюжетную линию «Свет и тьма» в Destiny 2 к 2025 году, но не станет концом самой игры. Бентон подчеркнул это в своём интервью с 4Gamer, подтвердив, что у Банжи есть планы, выходящие за рамки текущей сюжетной арки игры, и что она не собирается обнулять всё, как это было на старте Destiny 2 в случае с Destiny 3. А это может означать, что вселенная Destiny 2 не будет ограничена только текущей историей, и игроков почти наверняка ждёт продолжение развития игры в ближайшие несколько лет, именно Destiny 2. Сейчас, похоже, студия ориентируется на конец света, запланированный после Королевы Ведьмы, но после этого вы перейдёте к Destiny 3, или мы продолжим играть в Destiny 2? Конец света не заканчивает Destiny 2. Мы с нетерпением ждём продолжения развития Destiny 2 в ближайшие годы. Чтобы изложить всю историю света и тьмы, нам нужна ещё одна глава, которая описывает сюжетную линию после DLC Конец света. Однако, я не думаю, что мы хотим перенести всё это в Destiny 3. Игроки тратят время, усилия и чувства на Destiny 2. Мы не хотим лишать их опыта, сбрасывая все достижения. Мы продолжим развивать Destiny 2 и далее. Это, кстати, согласуется с ранними комментариями вице-президента Марка Носворти, который признал, что начинать всё сначала в Destiny 2 было большой проблемой как для игроков, так и для разработчиков. И, кстати, не забывайте, что в недавнем письме от Bungie о расширении студии, кадровых перестановках и вот этом вот всём, они упоминали, что Люк Смит и Носворти будут курировать расширение вселенной Destiny для новых медиаформатов. А это может означать, да что угодно, например, выпуск какой-нибудь адаптации для Netflix. Почему бы и нет? Но давайте обратим внимание на ещё одну деталь, которая многих заинтересовала. Как звучит та цитата из заголовка «Наша команда работает над новым миром параллельно с Destiny и мы нацелены на 2025 год». Что именно тут может означать термин «параллельно»? Вот тут как раз та самая погрешность при переводе с японского на английский или на русский. Она здесь довольно велика и отсюда возникают домыслы. Либо тут имеется в виду, что прямо сейчас в студии часть разработчиков работает над Destiny, а часть над новой игрой. А может быть параллельно употребляется в значении «мы делаем иной мир, который развивается параллельно миру Destiny». То есть некая мультивселенная или другая история в этом мире. Это конечно звучит интригующе и захватывающе, но думаю это очень маловероятно. Все же события в Destiny сейчас набрали такой масштаб, что едва ли где-то в мире игры осталось что-то столь важное и значительное, что о нем можно делать другую большую игру, но при этом мы не знаем об этой части вселенной на данный момент. Было бы странно где-то в уголках вселенной сейчас обнаружить какого-нибудь могущественного персонажа или еще одну расу, которая владеет светом или в общем что-то такое. Так что да, Bungie будет расширять свое присутствие на рынке в качестве независимого разработчика и издателя предстоящие годы и планирует запустить новое IP, которое запланировано на 2025 год. Но с учетом текущего состояния индустрии и мира из-за, сами знаете чего, любая дата выпуска, указанная сегодня, является в лучшем случае приблизительной. Поэтому не удивляемся, если вдруг этот проект отложится до 26-го года или еще дальше. Что думаете обо всем этом? Пишите в комментариях, интересно почитать будет ваши рассуждения. Ну и спасибо за просмотр, прослушивание. Счастливо! Счастливо!